Перед началом смены сержант полиции Нурсултан Сардаев берет с собой видеорегистратор. Его полицейские носят с собой целый рабочий день. А это 8 часов. Далее часовая зарядка. Во время дежурства регистратор снимает все происходящее вокруг. Вот, к примеру, нарушение правил стоянки. Очень легко работать. Много людей не соглашаются с предъявленными нарушениями. Поэтому мы показываем во время суда или следствия все то, что записано на жетоне. Открыть его мы не можем. Здесь стоит печать. Работает он очень долго. Во время рабочей смены случаются разные ситуации. И все они записываются на флеш-карту. Далее видео отправляется в архив, где хранится около двух месяцев. А это святая святых полицейской службы. Здесь хранится терабайт информации. Каждый полицейский в конце рабочего дня приходит и с видео жетону сливает информацию на этот вот диск. Здесь ее можно просматривать. К сожалению, не нам. Ну а дальше информация идет на сервер МВД. К слову, каждый видеожетон может снимать около 8 часов. Это примерно около 50 гигабайтов информации. Табархан Джумбатов, инженер-техник, отвечает за сохранность материала. Работа ответственная. Нужно знать, что где хранится. У каждого свой номерной знак. Нам удалось посмотреть ночной выезд одной из полицейских бригад. Видео скидываем на жесткий диск без флешки. Мы подключаем жетон и сразу копируем. Далее конвертируем и сливаем его на сервер. По статистике, как мы уже знаем, это помогает сотрудникам полиции. Уже при виде жетона на полицейском каждый начинает задумываться, прежде чем что-либо делать или говорить. В местной полицейской службе шутят, мол, на снятом видео можно не один сериал смонтировать. Здесь есть слезы пострадавших и нарушение правил дорожного движения и погони. Бывало и такое, что нетрезвые граждане пытались передать привет, считая, что их снимают в режиме онлайн. Нарушать правила дорожного движения сегодня не только невыгодно, так как штрафы высокие, но и значительно это может сказаться на ваших нервах. Хулиганов же сегодня могут не только наказать, но и показать это все на видео. Уже на днях городская служба МПС планирует провести масштабный рейд под названием «Ураган», главная цель которого – выявление нарушений правил дорожного движения. Будьте бдительны и обращайте внимание на тех, кто рядом.